Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня 3 июня, пятница. Субтитры создавал DimaTorzok Советская Башкирия, Яшлек, Умыт, журналы Агидель, Башкортостанкоза, Ханек и Вилы. И действует в течение 15 дней. Торопитесь. Уважаемые телезрители, мы начинаем цикл передач, посвященных году семье. Сегодня вашему вниманию предлагаем первый видеосюжет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Накип Шагалевич, скажите, пожалуйста, какие виды налогов с физических лиц существуют? В основном с физических лиц существует подоходный налог, заработная плата и взносы в пенсионный фонд в размере 1% заработной платы. Вот основные виды налогов, которые взыскиваются на физических лиц. Но там еще есть, конечно, другие виды налогов, которые предприятие выплачивает налоги из фонда заработной платы. Но это виды, конечно, частным лицам не касается. Но вот в связи с выходом этого указа, который был опубликован 26 мая, подписанного 18 мая, здесь предусматривается именно зарегистрировать всех новоплательщиков, ввести госреестр по этому вопросу и установить точные данные по доходам физических лиц. Это мероприятие проводится с целью уточнения чистых доходов граждан. И именно основная цель направить вот эти пособия, которые мы сейчас выплачиваем, пошло именно по адресам. Пока еще у нас эти пособия идут как бы всем поровну, не учитывая истинные положения этих пенсионеров или же на то, что в этой помощи. Но этот реестр, который мы сейчас будем вести, будет содействовать для определения вот этих пособий. В основном будет помощь для Министерства социальной обеспечения и другим предприятиям, которые интересуются положением граждан. Вот только вот у нас в практике мы сейчас применяем те, которые занимаются индивидуальной деятельностью, предприятийской деятельностью. Мы от них берем декларацию. Вот это мероприятие, многие понимают, что новая инспекция вроде их преследует. Здесь никаких преследований нет. И самое главное уточнить точно чистый доход, который человек получает в течение года. Такип Шагалевич, вот ведь перед вами лежит карта о суммах дохода граждан. Кто и как его заполняет? На этой карте заполняются работники бухгалтерии юридических лиц. Здесь установлены по указу сроки, которые работают в коллективе до 100 человек. Они должны представить эти карты, заполненные новой инспекцией, до 1 июля. Если в предприятии работают до 200 человек, они должны представить до 1 августа. Если работают более 200, тогда они должны представить эти карты до 1 сентября. Здесь два варианта предусматриваются. Если предприятия обеспечены компьютерной системой, они представляют на магнитной ленте. А если нет, тогда уже они составляют вручную вот эту карту и предъявляют, чтобы представлять сюда госрегистр. А насчет правильное введение, здесь предусмотрена, конечно, определенная ответственность за точность, достоверность представленной информации. Здесь предусмотрена ответственность, то есть руководитель предприятия. Если предоставляют недостоверных данных, тогда они могут быть оштрафованы до 50 минимальной заработной платы. Значит, применяются штрафные санкции? Штрафные санкции применяются. Притом, если они срывают срок представления или же неправильную информацию дают, в этих случаях, конечно, в инспекции может применять такие санкции. Или же в отношении юридических лиц закрытие расчетных счетов в госбанках, в отдельных банках. Если уже после этого отдельные банки проводят операции, тогда предусмотрены санкции, такие же, руководителям этих банков. Накип Шевелевич, а если же человек работает в нескольких местах? Ну, если работает в нескольких местах, сейчас уже по закону не запрещено работать в нескольких местах работников, как раньше. Те организации, которые работают, эти люди не по основному месту работы, они должны дать сведения по месту основной работы этого работника. И тогда уж в бухгалтерии расчетный стол должен обобщать все доходы, которые предъявлены, то есть представлены в виде свидетельства. Тогда уже сведения, они должны обобщать и сделать совокупный доход за месяц или за год. И из этого совокупного дохода будет подоходный налог с учетом всех предусмотренных льгот. На основании этого указа, конечно, вот именно вот эти пособия должны быть именно адресные. До сих пор же все пенсионеры или же другие категории народов, которые пользуются пособиями, им было всем одинаково. Вот исходя из этих наших данных, уже Министерство социальности, пенсионный фонд будет определять, исходя из материального положения их пенсионеров, оказать пособия, выдавать пособия уже персонально каждому, исходя из их материального положения. Спасибо большое, Накип Шагалевич, за разъяснение. Указ действует. Хотим мы того или нет, мы должны его выполнять. А время торопит. Субтитры создавал DimaTorzok